уважаемые читатели моих книг и слушателей моих небольших роликов сегодня я расскажу об очень интересном деле о которых обычно никогда не распространяюсь дело в том что здесь мне недавно попалась буквально этой неделе статья в которой упоминается словом мозг я также как один из наших директоров института пожилой человек который в старости уже начинал дремать на ученых советах и оживлялся до чрезвычайности только при словах с при слове покойник вот примерно и так я тоже оживился увидев в тексте слова мозг что же это такое это статья посвященная россии то есть это владислав сурков долгое государство путина то есть речь идет о известной статье которую не прокомментировал только ленивый я не собираюсь ее комментировать я собираюсь попытаться перевести этот текст на процесс биологической эволюции поскольку у меня интерес к этому процессу как вы понимаете есть а уж мозг который оживляет меня до крайности при своем упоминании тем более интересен так о чем идет речь речь идет содержание статьи пересказывать не буду но вернусь собственно говоря к идее идея стоит о том что у нас сейчас может начаться долгое государство которое уже скоро 19 лет как существует под руководством нашего президента и это государство одно вроде как вы за этой статьи будет иметь большую перспективу посмотрим с биологической точки зрения а как собственно говоря это все происходит и происходило действовать и приводится прекрасные примеры о русских царях то имеется виду иван 3 надо еще упал вспомнить иван 4 который грозный который закрепил результаты ивана 3 петра великого ну и конечно екатерина которая закрепила его результаты ленина и значит теперь вроде как мы переходим к нашему настоящему речь идет о том что действительно эти люди заложили основы перелома россии эволюции некого прогресса как движение вперед правда не знаю куда это двигаться но тем не менее значит они собственно говоря действительно изменили радикально страну но как что они собственно говоря сделали да они сделали очень простую вещь но на примере петра это видно ярче всего он вел в новую систему искусственного отбора ну то что я описываю как церебральный сортинг что он сделал да и все предшественники и до и после него он поставил перед страной новую задачу действительно революционную можно сказать начать европейскую эволюцию страны и дальше ее осуществил но что что главное это он использовал он использовал механизм искусственного отбора то есть чего он начал но начал с того что стал посылать людей за границу учиться не для того чтобы они там остались тратить деньги своих пап и мам которые были боярами нет а для того чтобы они вернулись и поднимали страну то есть он вел кроме системы образования всего прочего систему искусственного отбора то есть серебрального сортинга ну и тех кто там не очень как бы справлялся задачами он как известно лишал головы ну а особенно злостных как известно мучили разными способами четвертовали колесовали над был до него и в общем всячески лишали жизни без введения таких инструментов искусственного отбора ни один бы проект перечисленных руководителей страны не был бы осуществлен то есть искусственный отбор это инструмент инструмент отбора людей ну и принуждение тех кто не очень этого хочется к тому чтобы эти реформы проводились то есть вот в чем дело значит сама идеология сама идея петровская до него было замечательно но где носители без вот этого самого искусственного отбора связано зачастую с декапитацией так укорочение на голову никаких носителей специально подобрать нельзя я много раз писал и говорил о том что люди могут имитировать любую точку зрения вопрос за сколько то есть поэтому вопрос носителей это очень серьезный вопрос поскольку нужны люди люди которые бы не просто делали вид что они разделяют твою точку зрения но и те которые будут ее реально осуществлять а тут без искусственного отбора не подойдет ничего то есть нет носителей той идеи которую ты хочешь провести или концепции в жизнь не будет никакой долгоиграющего государства то есть нужно вводить и все предшественники сегодняшнего дня они этим активно занимались ну владимире члене носить в сиренович сталин они практиковали это очень широких масштабах то есть смертность конечно возрастала зато появлялись носители значит дело в том что способов вот такого закрепления долгое государство о чем говорится статья их нет если их не создаст тот человек который это государство собственно говоря строит то есть долгое государство будет тогда в переводе на биологический язык это стабилизирующий отбор начнется тогда когда мы что сделаем мы когда мы начнем собственно говоря стабилизирующий отбор то есть сначала выберем людей значит убрав тех кого не нужно самыми не цивилизованными способами и закрепим из поколения в поколение тех людей которые к этому делу больше всего приспособлен то есть церебральный сортинг в чистом виде без этого стабилизировать ситуацию в государстве на новом уровне социальном культурном научном или каком другом невозможно потому что нельзя без церебрального сортинга отбора людей способных к осуществлению этих идей заставить людей то есть управленцев государства жить по этим законам это всегда только коротковременные явления то есть если люди не прошли этот самый искусственный отбор церебральный сортинг не осуществился они остались от старой системы они к ней вернуться очень быстро что бы ни делали какие соблазны не обещали это закреплено в нашем мозге методом социальных инстинктов в детстве и выбить это не получается только замена значит что дальше происходит дальше кроме этих механизмов которые существуют в социальных системах их надо не только знать не только собирать сведения о прошлом но и применять потому что не не без искусственного отбора к сожалению ничего не произойдет невозможно осуществить никакие проекты и невозможно осуществить значит глубинный народ использовать который недоступен действительно не для каких социальных опросов недосягаемой для агитации прочее почему да не потому что он такой какой-то тайный и хитрый и костный нет из-за того что он изменчивый дело в том что то что пишется в статье рассматриваться как глубинный народ это на самом деле полиморфизм гигантская изменчивость мозга у людей многонациональной страны это золотой капитал и об этом тысячу раз говорил и использовать каждую этническую группу у которых мозг сложил за тысячелетия определенным образом это святая обязанность любого разумного руководить любой страны да действительно они поддаются агитации того что они так изменчивый но для этого для уж поспользовать этот потенциал нужно решить проблему опять старую нужно взять носителей идеи собрать то есть без искусственного отбора не обойдемся а после этого пожалуйста как источник полиморфизма использовать тот самый глубинный народ из него набрать новых которые будут осуществлять эту самую политику таким образом у нас без искусственного отбора самые лучшие идеи ни в какое долгое государство не превратятся то есть иначе говоря выбора у нас действительно нет то есть у нас есть хорошая идея хороший подход хорошая тенденция но если не будет людей отобранных не произойдет искусственный отбор осуществлять эту самую идею будет некому а это к сожалению так мы видим кто сказать как себя проявляется на этой ниве насколько печальные картины которые иногда смешные иногда позорные поэтому действительно выбора нет и не будет никакого доверия о котором говорится в качестве инструмента почему потому что доверять будут тем кто запускает новые механизмы эволюции понимая или не понимая это это неважно и доверие возникнет тогда когда будут реальные биологические действия рассматривая только с этой стороны которые приведут к изменению социальной структуры общества и к изменению инструментов искусственного отбора без применения инструментов искусственного отбора никакого долгого государства никогда не осуществится и никакой доверий не возникнет поэтому для реализации вот этих замечательных планов статья конечно ставит хорошие правильные вопросы а долгое государство осуществится благодаря ким механизм тем которым я сказал не соблюдая биологические законы по которым развивается все человечество последние несколько десятков тысяч лет ничего добиться будет нельзя и в этом случае доверия никакого никогда не будет убедить невозможно можно только отобрать и научить что собственно говоря остается пожелать иначе биологические законы начнут действовать независимо от желания тех кто придумывает разные проекты социальные и возьмут то сказать инструменты осуществления биологических процессов свои руки незаметно ни для кого и это печальный результат который собственно говоря и приводит к тем самым революции не катаклизм который как мне кажется а